Здравствуйте, уважаемые земляки! Сегодня мы находимся в городе Лагань. Мы из Лаганского района приехали сюда в командировку. Я сегодня не один, сегодня у нас активист на обладательного полка, координатор на обладательного полка в городе Лагань. Тот человек, который очень активно, хорошо отработал в 21-м году на выборах, это Анна Алексеевна Датчарникова. Анна является у нас не только активистом по выборным делам, но и также волонтером. Сейчас помогает в Лагане. Ну, я думаю, она сама все расскажет. Привет! Привет! Да, мы ведем небольшое движение Лаганское для помощи ребятам, находящимся на СВО, а именно мобилизованным лаганцам. Так как у нас народ неравнодушный и очень просили кого-то, ну, чтобы кто-то что-то сделал для ребят, я взяла на себе такую ответственность. И мы с небольшим количеством ребят это все осуществили и осуществляем уже, ну, почти год. Получили даже благодарность от Ачирова, от главы района. Да, да. Было очень приятно, неожиданно даже. Вот. Так я... Ну, как резко начали, да? Мне бы хотелось, вот, я бы сейчас начал свои передачи на Ютубе, ты первая, кто ответил на вас. И мне бы хотелось немножко поговорить о выборах, ну, о прошлых выборах, да, 21-го года. Почему, зачем, как ты решила сотрудничать, вступить на наблюдательный пункт и так хорошо, отлично отработать. По городе Лагань очень хорошие, по району, по Алаганскому району очень хорошие показатели. И это говорит о том, что это отработали вы. Ну, во-первых, я видела массово, сколько людей хотят действительно, реально, настоящих, честных выборов. То есть это не только я одна и два человека. Это были десятки людей, и мы все вместе очень сплоченно к этому вопросу подошли. Я думаю, что отработали хорошо, прям классно-классно. Стоит даже вспомнить тот же самый первый момент про Улан-Холк. Это было очень-очень. Это когда я прием? Да, да, да. И все-таки наши женщины лаганские дали прям хороший такой замес, я бы сказала, в том плане, что не дали расслабиться тем, кто сидел и контролировал от Единой России те же самые выборы. На сегодня запрос на честные выборы есть или его уже нет? Нет, он сто процентов есть, и, мне кажется, еще больше. Твой актив, который вы собрали, да? Он будет продолжать. Есть ли он? Да, он есть. Он есть, однозначно. Какие иное настроение еще? Настроение у нас, как всегда, боевое. Это однозначно, потому что люди верят в хорошее, и если не будут что-то делать, они, ничего у них не получится в плане каком. Ой, что я наговорила здесь вообще. Вырежьте, пожалуйста. Я хотела одно сказать, а получилось другое. Сразу скажу, вырезать не будем. Да ладно. Я о чем? Я о том, что у нас тот коллектив, который был боевой, он так и остался, но он еще и вырос вдобавок, потому что уже девочки, женщины, мужчины, которые мне звонили, узнавали, когда и что будет. Потому что все в курсе, что будут выборы в Народных Уралов. Все в курсе, что будут в следующем году уже выборы. И все не хотят оставаться равнодушными, стоять в стороне. Они еще мне звонят и говорят, что мы будем звать с собой своих родителей. Мы будем звать с собой своих детей, которые также будут контролировать всю работу на выборах. То есть это никуда не денется. Мы растем. Честно тебе скажу, ты меня очень приятно удивляешь, поскольку я не знаю, на сегодня я не видел в республике еще такого настроения, с учетом данных и не всех реалей, то, что люди хотят. Люди хотят. Есть запрос на честный выбор и уже сами проявляют инициативу. Да. Мне стоило только одно сообщение, небольшой такой чат скинуть. Меня просто отдалили смс, отдалили телефонными звонками, уточнять все обо всем, когда, куда бежать, во сколько, сколько людей нужно. То есть неравнодушные ребята, граждане Лаганского района, города Лагань готовы, ждут выбора, чтобы работать в честном формате. Все верно. Я очень рад, спасибо тебе. Аня у нас многодетная мать, сейчас находится в декретном отпуске. Как ты все успеваешь? Я вообще ничего не успеваю. Честно, ничего не успеваю. Как-то умудряюсь. Где-то меньше дочери приходится времени уделить, но это жизнь, потому что я в принципе стараюсь для своей дочери. И получается так, что мы строим свое будущее сейчас для своих детей, пока мы еще молоды и можем. Чтобы что-то оставить. Да, что-то оставить после себя. Все верно. Ну да, я помню, у меня было интервью с Максимом Святиной. Он мне сказал, что вырастет мой сын и скажет, а что ты сделал? Он сказал, что хотя бы я старался, а если ничего не получится, то отлично. Да. Вот такая-то идея. Да, совершенно верно. Такой вопрос, конечно, интересный, не могу не задать. Хотела бы ты попробовать себя в качестве кандидата в депутаты Народного Курака? Я думаю, да. Я бы попробовала и, ну, по крайней мере, уже напрямую бы оказалась в том колесе и поняла бы уже все изнутри, как правильно должно быть. Ответственность, ты понимаешь, эту ответственность? Ответственность, да, очень большая. И я думаю, я готова на себя взять эту ответственность, потому что, ну, я достаточно сознательный человек в этом плане. И думаю, с поддержкой, с вашей, с поддержкой своих соратников мы справимся и, я думаю, все получится. Мне очень приятно, в первое интервью уже есть первый кандидат, ну, человек, который хочет идти в Народный Хурал, тем более такой активный, тем более от огромного района. Кстати, ваш район, по-моему, единственный, ну, один из единственных, один из нескольких, в котором одномандатный округ через 100 районов, за количество человек. Я думаю, вам, вам будет здесь легче. Аня, спасибо тебе. Еще один вопрос, тоже немного мне задать. Не боишься? Ну, страх, он всегда присутствовал. И когда первый раз пошла на Народный полк, был страх, конечно, да, Наблюдательный полк. И страх также был, когда открывали вот это движение волонтерское, что, ну, все равно люди в основном у нас какие, обсудить. И бывает, что они с хорошей стороны. Хоть ты вроде бы добро пытаешься сделать, да, вот. Ну, страх, он, конечно, будет присутствовать однозначно, потому что это очень огромная ответственность. Это, во-первых, и получается, люди, которые выдвигаются на эти посты, это должно осознание прийти конкретно у этого человека в голове и в душе, то, что он берет на себя ответственность за очень огромную кучу людей. Потому что помогать придется, наверное, ну, по максимуму, потому что идешь туда с чистой совестью для того, чтобы твоему народу было хорошо, жилось хорошо. Готованы? Да. Спасибо. Очень такие хорошие слова отзываются у меня. Спасибо, что ты ответил. Спасибо, что ты решила. Ну, на этом я прощаюсь с вами. Это наше первое интервью в рамках моей передачи «Разговоры о политике». С нами была Анна Алексеевна Бочарникова. Это активист, волонтер Лаганского района города Лагань. Спасибо вам. До свидания. Субтитры подогнал «Разговоры о политике».